Путь домой Глава первая Странные мысли Карины Лена ссорится с мамой Начало наших похождений Этой ночью Карине не спалось Она думала, что будет делать завтра Сегодня я с Дэшей ловила кузнечиков Вчера с Софией играли в трейды Трейды это игра, в которой обмениваются какими-либо вещами На прошлых выходных помогали украшать парк Так, что из списка осталось не вычеркнутым Она представила у себя в голове список занятий И начала выбирать Не то, не то, это скукотища А вот пойти куда-нибудь, это уже поинтересней Решено, теперь можно спать Но она еще долго не спала Думала, куда же пойти Решила на заброшку С этого и началась эта удивительная И в то же время безрассудная история С драматическим концом Ну вы уж не думаете, что все закончилось прям очень плохо Нет, скажем, вполне терпимо Утром Карина позвонила всем нам и сказала Чтобы мы пришли к ней во двор в 12 часов И чтоб без опоздания Говорила она в конце звонка и сбрасывала Я, Лена и София пришли почти одновременно Диалог наш начался не с привет, не с здрасти А с вот такой фразы Эх вы, небось спали ночью А я вот всю ночь думала, чем бы нам сегодня заняться Ну, во-первых, привет Во-вторых, тебя никто не заставлял думать ночью и не спать Потому что, и, кстати, в-третьих Я и Лена сегодня планировали у меня дома кое-чем заняться И, наконец, в-четвертых Придумала? Сказала я Что придумала? Удивленно спросила Карина Позабыв от такого количества информации Что она говорила минуту назад Занятие нам на сегодня придумала? Спросила я Ах, занятие? Конечно! Мы сегодня пойдем на заброшку На какую заброшку? Удивилась Лена На самую ближайшую Быстро ответила Карис Ну, как я уже сказала Мы с Леной не пойдем София Обратилась я к ней Что? Посмотрела на меня София Ты сегодня чем-нибудь занята? Я? Да По ней было видно, что она не хотела составить компанию Карине Ну вот, Карин Твой план проваливается Нет, ну ты, конечно, можешь пойти на заброшку одна Ладно Грустно сказала Карина Но тут же весело добавила А завтра кто чем занимается? Я еще не думала Сказала Лена Ну, я, наверное, завтра буду просто гулять Сказала я И я Сказала София Тогда предлагаю завтра сходить куда-нибудь подальше от дома Куда именно? Недоверчиво спросила я Ну, думаю, все-таки на заброшку Только не на ближайшую, а которая подальше Ох, Каринка Ладно уж, сегодня обещаю у мамы спросить И я Сказала Лена Ну, и я Сказала София Только вы не говорите, что именно на заброшку мы пойдем Просто гулять Мы разошлись Кстати, думаю, вам интересно, чем мы с Леной занимались Я поймала у себя дома муху и поместила в маленькую колбочку Ну, она там сдохла Только прошу меня не винить А у меня было два микроскопа Один детский, другой мини-микроскоп Мы решили посмотреть муху через оба микроскопа Через детский мы, ясное дело, толком ничего не увидели А через мини-микроскоп уже было лучше видно К нему прилагалось крепление для телефона Чтобы на телефон можно было снимать, что было в микроскопе Муха под микроскопом была страшноватая Мы отправили это видео родителям и в нашу группу с классом и учительницей Всем это видео понравилось Следующей ночью Карине снова не спалось Вот что она думала На какую бы заброшку пойти? Здесь я все заброшки знаю, а вдалеке не все О, придумала! Пойдем на заброшенную фабрику Правда, там надо немного на автобусе подъехать Но ничего Ох и повеселимся завтра А что, если пойти в поход? Да ну, что я такое говорю? То есть не говорю, а думаю Ладно, самое главное, чтобы мамы девочек их отпустили Подумала Карина, закрыла глаза и скоро уже спала А в это время в Ленином доме жильцы жаловались на шум в позднее время Доносящиеся из квартиры Лены и ее мамы Вот о чем они говорили Мама, я не понимаю, почему ты меня не отпускаешь? Спрашивала у своей мамы Лена Иди спать, завтра поговорим Говорила ее мама Ну же, иди! Нет, ты мне сначала ответь Настаивала Лена Ее мать ничего не ответила и спор закончился Как видите, он был недлинный Гораздо короче, чем предстоящий Утром он продолжился, чего никак не ожидали жильцы дома На следующее утро в Ленином доме жильцы опять жаловались на шум По правде говоря, не в очень раннее время Но в такое время, когда хочется еще немного поспать А если быть точным, в 8 часов утра, почти в 9 И шум этот опять доносился из квартиры Лены и ее мамы Говорили они почти о том же, что и вчера Так почему ты меня не отпускаешь гулять? Возмущенно спрашивала Лена у мамы Почему же не отпускаю? Отпускаю! Ответила ей ее мама А почему тогда орешь? Сама орала Лена Разве плохо, что я свежим воздухом дышу? Хорошо, конечно Но ты ведь пропадаешь по целым дням Еще и на мои звонки не отвечаешь Как уйдешь в 11 или 12 часов Так после ужина только придешь И так каждый день А я ведь волнуюсь Тут мама Лена даже присела от волнения Не ври! Это неправда! Снова заорала Лена Я прихожу домой чуть позже обеда И вчера я была у Даши, ты сама знаешь Я тебе видео с мухой присылала Ну пусть не каждый день Но очень часто Твердила свое Ленина мама Да что ж это такое? Лена чуть ли не плакала Почему мы вечно ссоримся из-за этого? Если у тебя в детстве не было настоящих подруг То не надо их отнимать у своей дочери Ленина мама взглянула на Лену без всякой злости Потом отвела взгляд и спокойно сказала Ах вот как! Ну что ж! Она не знала, что сказать А знаешь что? Я запрещаю тебе видеться с ними Твои подруги на тебя плохо влияют После этих слов Лена посмотрела на спокойное лицо мамы И на ее лице появился такой гнев Что Лену все затрясло И она еле проговорила Что? Что слышала? Ответила Ленина мама На ее лице, как показалось средней Появилась зловещая улыбка Лена подошла к маме ближе И отдельно сказала Ты мне ничего не запретишь И она пошла в входной двери И на ходу добавила Чао Лицо ее мамы закипело от гнева И она услышала звук открывающейся двери Она громко сказала Да как ты с матерью разговариваешь? Я еще не закончила И она пошла за Леной Куда ты пошла? Когда мама Лены подошла к двери Она захлопнулась перед самым ее носом Она сразу же ее открыла Лены на площадке уже не было Ее мама прокричала ей вслед Сейчас же вернись! Не дождавшись никого и ничего Она закрыла дверь и уже не прокричала А сказала сама себе Ну иди, хамка малолетняя Лена к тому времени уже выбежала из подъезда И шла к Каринному дому Просто шла Когда она подошла Карина сидела на лавочке Она сказала Лене Доброе утро! Я вчера совсем забыла назначить время Вот и вышла пораньше Сейчас подождем девочек и пойдем Сказала Каринка и спросила Как дела? Нормально Безразличным тоном сказала Лена Ох-ох-ох Вздохнула Карина Ну раз нормально Тогда рассказывай, что случилось Ничего Так же ответила Лена Рассказывай! Требовательно повторила Карина Да с мамой я поссорилась Прикопалась и не отстает Разозлилась Лена А чего это ты орешь? Я в чем виновата? Разозлилась и Каринка Лена не ответила И Карина спросила Из-за чего поссорились? Лена продолжила молчать И Карис заорала на всю улицу Из-за чего? Я тебя спрашиваю Чего молчишь? Отвечай! Да из-за заброшки твоей! Лена выбирала повежливое слово Ненормальный Достала! Ах, я тебя достал! Карина не успела договорить Так как к ним подошли я и София Приветик! Ну что, вся команда в сборе пошли? Сказала я Идем Сказала Карина Мы пошли на остановку По пути нам Карина рассказала Что туда мы не пойдем, а поедем Мы шли с Софией впереди И услышали, как Карина и Лена Друг другу говорили Ты меня прости, ладно? Ладно, и ты меня прости О чем это они? Спросила я у Софии А я откуда знаю? Ответила она Глава вторая С ветерком Приехали Страшно, аж жуть Мы уже подходили к остановке Постояли немного Поговорили о том, о сём И, наконец, сели в нужный нам автобус Автобус был почти пустым В нём ехали пару человек А ещё там было открыто окно И мы сидели на сквозняке И ехали всю дорогу с ветерком Проехали пять остановок И встали на нужный нам Да уж, мрачно там было Одно поле какое-то Даже степь Кое-где были деревья Ещё и солнце перестало светить Спряталось куда-то За какое-нибудь облачко То было-было, пока мы ехали А тут вдруг спряталось, будто в этих местах Оно не светило и не появлялось никогда Так вот, вышли мы из автобуса На нужной нам остановке Лена, София и я посмотрели на Карину А та начала смотреть по сторонам Как будто она что-то искала Лена спросила у неё Ну, куда дальше? Сейчас, сейчас Ответила Карина Вспоминая о путь Мы с девчонками С Ирой и Катей В прошлом году сюда ездили Подождите-ка Да и так же ждём Немного сердито сказала София Вот туда нам Сказала наконец Карис Показывая чуть левее Мы пошли Шли молча Только иногда Каринка Говорила нам что-то наподобие этого Погода что-то плохая стала Вот увидите, девочки Там прикольненько Только не обижайтесь на меня Ладно? Нам там с девочками Ну, то есть с Ирой и Катей Понравилось На неё практически никто Не обращал внимания Только Лена иногда Посматривала на неё Вздыхала и качала головой Шли мы до этой заброшенной фабрики Долго Наверное, чуть меньше получаса Сначала мы шли шеренгой Потом начали растягиваться И идти друг за другом Впереди всех, конечно Была Карина За ней шла я После меня Лена А последняя София Со временем солнце Сало выходить из-за облака И нам опять стало немного веселей Но вскоре оно опять скрылось И опять стало грустно Когда мы шли уже минут двадцать Я не вытерпела и спросила Слушай, Каринка Что ты это, наверное, напутала? Что ж мы так долго идём? Не могла я перепутать Хотя сомнения у меня есть С Иркой и Катюхой Я тогда, по-моему, быстрее дошла Как если есть сомнения Зачем же нас сюда повела? Спросила Лена А что мне оставалось делать? Вообще, что ли, не идти? Сейчас, подождите Выйдем Карина даже вытянула шею Будто так она смогла бы увидеть заброшку За километр Мы всё шли и шли И, наконец, Карис закричала Вот же она, девочки! Впереди, правда, мы увидели большое заброшенное здание Мрачное, тёмное и страшное Каринка от радости, что мы нашли эту заброшку Даже заплясала и даже запела Нашли, нашли, а мы её нашли Уже через минуту мы стояли перед большой А вернее, огромной, когда-то кипящей работой Фабрикой Что ожидает нас внутри? Уж не приключения ли? А ведь тогда мы и не подозревали Что тут-то и действительно начнутся приключения Незабываемые, грустные, безнадёжные И такие, какие не пожелаешь и врагу Ну ладно, вернёмся к последним событиям Мы постояли чуть перед заброшенной фабрикой И зашли вовнутрь неё В ней было 4-5 этажей И все мы планировали исследовать Девчонки, сказала Карина Давайте начнём отсюда Здесь помещение небольшое А главное, мы все будем у друг друга на виду Все с ней согласились Солнце вышло на небо вновь Как будто хотело, чтобы его лучи освещали заброшку И она нас не пугала Заброшенная фабрика была действительно прикольненькая И страшненькая, как о ней говорила Карина Как мы установили немного позже Это была обувная фабрика Разные механизмы иногда казались чудовищами Из-за их поломок И выглядели они по-настоящему страшными С этим помещением мы быстро расправились То есть быстро обследовали И немедленно перешли в другое Оно уже было побольше предыдущего И тут, соответственно, было больше приборов И всего другого интересного Кроме этого, тут, в некоторых местах Стены были продырявлены как будто выстрелами Когда мы осмотрели это помещение Карина спросила Ну что, девочки, за работу Мы начали обсматривать разные интересные штуки В этом помещении Кстати, в прошлом помещении При обследовании мы не разговаривали А тут вдруг у нас пошел разговор Ух, и большущая эта фабрика Первая заговорила Карина Так как это помещение было довольно большое Ей даже приходилось кричать Сколько интересненького сегодня увидим Наверное, так и будет Отозвалась София А потом, через несколько секунд Спросила Интересно, а почему в стенах дырки? Кто-нибудь знает, девочки? Это выстрелы! Опять закричала Карина Да так неожиданно, что я даже вздрогнула И Лена тоже, я видела Она была почти рядом со мной А Карина продолжила В Великую Отечественную войну Ее обстреливали Потом еще и подошли Ну и фабрику, конечно, закрыли Так вот, почему тут все такое черное Догадалась Лена Но почему же она не сгорела полностью? И почему она все так же стоит тут? Добавила я На первый вопрос ответа не знает, пожалуй, никто А на второй тоже не знают Хотя, почему не знают? Знают Просто лень государству И все тут, сказала Карина Ты на государство не гони Сказала я ей А что, если это так и есть? Поддержала Каринку София Я ей ничего не ответила Не видела смысла продолжать этот бессмысленный спор А тем временем мы уже закончили обследование И готовы были перейти в следующее помещение Глава 3 Дальнейшее обследование Расходимся по заброшке Мы разминулись Третье помещение по размеру было такое же, как и первое Только здесь не было почти ничего На полу валялись какие-то таблички А в двух дальних углах, в каждом, стояло по одному прибору Мы очень быстро осмотрели их и пошли дальше Мы увидим много разных помещений и механизмов в них А ведь это был только первый этаж И сколько еще нам придется увидеть загадочного Так, девочки, обратилась к нам Карис Если мы будем обследовать каждую комнату вместе То мы до утра следующего дня проводимся Предлагаю разойтись по этажам И кто на какой? Спросила я Ну, давайте я на второй Ты, Даша на третий Ленка на четвертый А София на пятый А тут разве есть пятый этаж? Спросила Лена, смотря вверх Мне кажется, что нет И мне так кажется, сказала София София, а ты пробежишься по этажам и посмотришь Может, пятого и нет, зато есть чердак Там же еще интересней и страшней Сказала Карина и засмеялась Может быть, тогда ты пробежишься, а? Карина Спросила у нее София Мне кажется, что чердаки на заброшках ты любишь больше всего и всех Что? Спросила Каринка И зловище улыбнулась Прямо как мама Лены, когда они сегодня утром ссорились Испугалась, да? Струсила? Да это скорее ты струсила Спокойно сказала София, немного улыбаясь Я-то? Да ни капельки Сделала гордый вид Карина Просто чердаки уже эти надоели Ага-ага, ну так я и поняла Сказала София, все еще немного улыбаясь Что, не веришь? Да я правду говорю Все, 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 все Перебила ее София Хватит уже спорить Пойду я на ваш чердак Так уж и быть Она действительно пошла к лестнице А может, тут и нет вовсе чердака Это же Карина придумала Сказала она, обернувшись и пошла дальше На свой пятый этаж или чердак И мы пойдем Сказала я Когда Софию не стало видно на лестнице Карина и Лена кивнули Каждая из нас пошла на свой этаж Кстати, как потом нам сказала София Чердака на фабрике не было А пятый этаж был Через минут 15 с того момента Как мы начали обследовать этажи Я, Лена и София услышали Каринкин крик Только, конечно, Лена и София услышали тихий крик А я громкий Так как я была ближе всех к Карине Она просто прокричала «А!» И больше никаких звуков не было. Хотя мне показалось, что кто-то бежал. Я крикнула так громко, насколько могла. «Карина, с тобой все в порядке?» Никакого ответа. Я опять. «Каринка, не пугай нас!» Подождала немного и добавила. «Если это шутка, то она дурацкая!» Никто не ответил снова. Теперь я прокричала девочкам. «Лена, София, я спущусь на второй этаж, посмотрю, что там с Кариной. «Мы с тобой пойдем!» Отозвалась Лена, кричая за всех сил. «Оставайтесь там! Я быстро!» Проорала им я и побежала к лестнице. Когда я спустилась на второй этаж, я опять позвала Карину. Никто мне не ответил. Я начала бежать по всему этажу и все так же звать Карину. Ее я там не нашла. Я подошла к лестнице, взглянула наверх. Там я увидела лица Лены и Софии. «Девочки, ее здесь нет!» Опять же заорала я. «Я еще поищу Карину на первом этаже и вокруг заброшки. «Может, тебе помочь?» Еле слышно спросила София. «Нет, не нужно!» Я побежала вниз. На первом этаже я опять везде заглядывала и звала Карину. На улице тоже. Но никто мне не отвечал. А случилось вот что. Карина обследовала себе спокойно свой второй этаж, как вдруг увидела змею. Скорее всего, это был уш, как потом нам рассказала Карина. Хоть Кариной была и не робкого десятка, но она испугалась. А вскрикнула она вовсе не за змеей, а потому, что на нее чуть не налетела какая-то птица, как она выразилась сама. Карина испугалась еще больше, вскрикнула и побежала прочь из заброшки. Побежала, куда глаза глядят. Опомнилась она только тогда, когда добежала до какой-то посадки. Она достала телефон, но он у нее не включился. Я выбежала на улицу и опять начала звать Карину. И вдруг мне показалось, что меня позвали девочки. «Даша, идем!» И я побежала, сама этого не понимая. Лена и София также стояли на лестнице. Лена хотела сказать Софии, я пойду к Даше, но почему-то не сказала. Она последний раз посмотрела на Софию, которая куда-то смотрела, и пошла на улицу. Лена шла все дальше и дальше, а София оставалась в заброшке. Я шла и шла, и вдруг увидела остановку. Я присела на лавочку и хотела посмотреть время. Тут увидела, что мой телефон начал садиться. И вдруг с серого-серого неба на экран телефона упала капля. Глава 4. Ливень в поле. Я ищу укрытие. Беспокойство Карины и Софии. Я посмотрела на небо. Упало еще несколько капель и полил настоящий ливень. Да еще и такой противный, как назло, он был холодный и сильный, совсем не похожий на летний. Оставаться на остановке я больше не могла, ведь у нее, опять как назло, не было крыши. Даже если бы я осталась ждать автобус, как же я поехала без девочек? Поэтому я пошла от нее подальше. Теперь мне она не нужна. Сейчас мне нужно найти какое-нибудь укрытие с крышей и как можно скорее. Выбор у меня был небольшой. Либо возвращаться на заброшку, либо найти еще какую-нибудь, либо же дойти до небольшого поселка, который был поблизости. Последний вариант почти сразу же отпал. Идти до поселка хоть минут 10, но дождь был сильным и холодным, как я уже упоминала раньше. Я уже вся промокла и продрогла. Я попыталась вспомнить дорогу к заброшенной фабрике, хотя что там было вспоминать, идешь прямо себе и пришел, но не очень вспоминалось. Я пошла наугад, на удачу. Шла, а вернее бежала я минут 5, как вдруг увидела несколько маленьких зданий, похожих на уличные туалеты в деревне. Ну, если что, буду сидеть здесь, пока что, сказала я и зашла в одно из укрытий. Это были не туалеты, а обычные маленькие здания, потому что там, в полу, не было дырки. Я зашла и прикрыла за собой дверь, оставив небольшую щелку. Дождь до сих пор лил. Конечно, очень плохо, что я намокла, но я всю дорогу держала над головой свой рюкзак и теперь надеялась, что не заболею. Я облокотилась на одной из стен и стала думать о девочках. А вот что тем временем происходило у девочек, точнее у Карины. Как я написала в прошлой главе, она остановилась возле посадки, отдышалась, хотела позвонить кому-нибудь из нас, но телефон у нее был полностью разряжен. Карина точно помнила, что она утром заряжала телефон. Хоть у нее и было 20%, но она в него ни разу не заходила сегодня. Каринка вспомнила, что в таких глухих местах, где мы сейчас находимся, быстро разряжается телефон, сам по себе. Поэтому она вздохнула, положила телефон в свой рюкзак и осмотрела посадку. Она зашла в нее и, смотря по сторонам, пошла дальше. Но не прошла Кариной 10 метров, как обернулась и решительно пошла обратно, при этом приговаривая. И чего я испугалась? Ужак какого-то и птички. А вот и фабрика заброшенная виднеется. Отошла Карина совсем немного от посадки. Вдруг полил знакомый нам уже ливень. Она посмотрела на небо, потом на посадку, потом на заброшку вдалеке, потом опять на посадку и побежала к ней. Нет уж, лучше тут постоять. Такой дождь полил, сказала Карина, когда добежала до посадки. Здесь ей нечего бояться. Деревья плотно прижали свои ветки к другим, и вода через них не проникала. Карине осталось только ждать, когда закончится дождь. София все так же стояла около лестницы в заброшенной фабрике, облокотившись на перила и глядя куда-то вдаль. Так она стояла уже минут пять, все время неподвижно. София глубоко задумалась. Конечно, она не видела и не слышала, как ушла Лена, и еще не знала, что она осталась в заброшке одна. Наконец, София перевела взгляд в какое-то другое место. Она чуть перегнулась через перила и посмотрела на то место, где еще совсем недавно стояла Лена, и сказала, что-то Даши София не договорила, потому что Лены возле лестницы не было. Она смотрела туда еще минуту, а потом начала звать Лену. «Лена! Лена, ты где?» Ответа не было. «Ну вот, где она?» И София побежала по лестнице на четвертый этаж. Еще не хватало, чтоб Лена ушла. Она позвала Лену еще раз, потом спустилась на третий этаж и позвала еще раз. На втором и первом этаже сделала то же самое. Никто не отозвался. София растерянно спросила сама у себя. «Я что, осталась одна?» Она подумала-подумала и побежала на улицу. София еще долго ходила вокруг заброшки. Находила, наверное, целый километр, так как прошла она больше десяти кругов. А заброшенная фабрика, как я уже говорила, была огромной. В конце концов, София упала на траву от усталости рядом со входом в фабрику. И тут она вспомнила, что у нее есть телефон. Как же она могла про него забыть? София быстро достала телефон из сумки и, включив его, увидела уведомление о том, что у нее осталось меньше 20%. Как же так? Ведь она еще вчера вечером зарядила телефон полностью. Вскоре София подумала о том же, о чем и Карина, когда у нее не включился телефон. Она все-таки попыталась позвонить нам, но у Карины телефон вообще был выключенный. А с Леной и со мной у Софии не было связи, так как тут было глухое место. Это уже упоминалось. София уже полностью отчаялась и все еще лежала на земле. Тут-то и начался дождь. У Софии не было сил даже подняться. Но одна мысль об одизне, а она ведь болела часто, заставила ее не только подняться, но и немедленно зайти в заброшку. София села на уцелевший в ней стул, положила подбородок на кулак и уткнулась взглядом в пол. Она осталась совсем одна в этой глухой местности. Конечно, девочки где-то рядом, наверное, и она не совсем одна. Но их же нужно найти, связи с ними нет, да и телефон скоро вообще разрядится и выключится. Как там мама, как братик. Он хоть и достает меня иногда, но я все равно его люблю. Как папа. Что они скажут, если я сегодня не приду домой? И что скажут, если приду, но без девочек? Нет, их точно нужно найти. Но ведь сейчас дождь, вот закончится он, и тогда сразу же пойду искать. Думала так София. Она очень беспокоилась. Беспокоилась и Карина, сидя на пенечке в посадке. Когда ее найдут девочки? И найдут ли вообще? Сколько ей еще ждать? Сколько ее не будет дома? Может, ей придется тут выживать? Хотя нет, она ведь может уехать на автобусе. Но она не могла уехать без девочек. Нет, их точно нужно найти. Так же, как и София, подумала Карина. Теперь она еще больше ждала, когда закончится дождь. Глава пятая. Где была Лена? Начало поисков. Обед в одиночестве. Конец дня. Ночевка. Что-то мы совсем забыли про Лену. Давайте посмотрим, что было у нее. Лена шла минут 10-12 и пришла как раз к тому поселку, к которому хотела идти я, когда начался дождь. Она остановилась невдалеке от него, подумала немного и подошла еще ближе. Опять остановилась и задумалась минут на пять. Вдруг на ее голову и руку упали две капли. Она подняла голову вверх, и еще одна капля попала на нос Лены. Вот пошел дождь. Лена обрадовалась, потому что она могла укрыться в поселке. И тут же, недолго думая, бежала туда. Но когда она остановилась возле первого дома, задумалась. Как же ей поступить? Постучать в какой-нибудь дом и попроситься подождать, пока закончится дождь? Но Лена не очень хотела связываться с этими людьми. Хотя они бы, наверное, могли дать Лене позвонить девочкам, если в этом поселке есть связь. Ведь место, где он находится, глухое. Лена долго думала, что же делать. А дождь все лил и лил. В конце концов, она увидела несколько деревьев рядом, зашла под одно из них и села на корточки. Дождь лил полчаса, а когда закончился, все четыре путешественницы отправились на поиски друг друга. Я для начала решила все-таки дойти до поселка и попросить помощи у людей. Но мой телефон сел, и на гугл-карте нельзя было посмотреть, где он. Я опять пошла на удачу. И действительно, меня ждала удача. Я дошла до поселка. Когда я его увидела, то сразу приободрилась и пошла увереннее. Пока я дошла до первого дома в этом поселке, подумала, что лучше всего спросить местных жителей, не видели и не встречали ли они девочку или девочек, и описать им Карину, Лену и Софию. Все мне отрицательно покачивали головой. Но все-таки нашелся один дедушка, который, когда я описывала Лену, сказал, «По-моему, ее я видел в окне. Она под деревом сидела. Я еще думаю, чего это она под деревом в дождь сидит? Заплутала, что ли? А куда она пошла, дедушка? Вы случайно не видели?» «А вон туда!» Сказал дедушка, показав куда-то пальцем. Я запомнила, куда он показал и сказала, «Спасибо вам большое. До свидания!» И скорее побежала за Леной. «Да не за что, внученька!» Прокричал мне дедушка вслед. «Какие же все-таки хорошие люди есть!» Подумала я, когда отбежала от поселка. И тут же крикнула, «Лена! Лена!» Ответа не было. Карина дремала в своей посадке на своем пенечке. А когда проснулась, тоже начала нас искать. Лена шла уже минут 15. Вокруг нее было одно поле. Она поминутно звала нас по очереди, но никто не откликался. Когда дождь кончился, София сразу же вышла из заброшенной фабрики и пошла нас искать. Тем не менее, она все равно не отходила далеко от своего укрытия, не теряла его из виду и часто возвращалась к нему. Поиски лились долго. Вскоре все мы проголодались. Если примерно считать, сколько на что мы потратили времени, то сейчас было время обеда. Никогда не пожалею, и девочки тоже, что все взяли себе какую-нибудь еду. Карина – сладкую булочку и маленькую бутылку воды. София – соломку, сок и на всякий случай тоже бутылку воды. Лена – два пирожка и бутылку воды. А я – три бутерброда, половину булочки и воду. Больше всего радовало то, что все взяли с собой воду. Ее нам хватит хотя бы на два дня. Обедали мы, как вы понимаете, в одиночестве. Так как неизвестно, сколько мы тут будем, каждая из нас съела совсем чуть-чуть из своей еды, чтобы набрать сил и искать, искать, искать. Поиски продолжались до вечера. Усталые, грустные, голодные, мы должны были подумать о ночевке. В открытом поле ночевать опасно и страшно, поэтому каждая из нас уже в темноте искала себе ночлег. Карина вернулась в посадку. Когда она прошла дальше, увидела много пенечков, которые были очень близко друг к другу. Карина подумала, что на такой кровати вполне можно спать. Лена опять добрела как-то до поселка. Выбрала место, где трава помягче, и легла. Она почему-то не догадалась попроситься на ночлег. София, конечно, пошла спать в свою соброшку. Ну а я нашла большой сток сена посреди поля. Вот это мне повезло. Я улеглась на него и посмотрела на небо. Подумала о девочках, да и заснула. Большое спасибо за просмотр. Вторая часть уже очень скоро. Продолжение следует... Продолжение следует...